Здравствуйте дорогие друзья, с вами Арзо и мы продолжаем проходить модификацию Детсити Эпилог. У меня тут на повестке дня, конечно, нужно в первую очередь отдать вот эти вот задания, но пока мы дойдем до локации Янтари Бар, я по пути хочу выполнить задание добыть комплектующие для техника. В технике для апгрейда нужны Гаусс Пушка, у нас она есть, и три артефакта Слизь, Синяя Слизь, которая у нас есть, и Красная Слизь. Я, к сожалению, не помню, где нашел ту самую Синюю Слизь. Я тут пока бежал, вы просто не представляете, какое количество артефактов я нашел, особенно в госпитале. Из интересного, что я могу отметить? Наверное, перышко. Это артефакт из сборки. Я его повесил на пояс Вертино, тоже артефакт из сборки. Вот та самая синяя Слизь, которую я нашел в какой-то серии. Смотреть артефакт Микроб. Нашел, кстати, первый раз. Ничего особо интересного. Но до этого я такой артефакт не находил. Ну, все остальные карты, вы видите, что у меня их просто миллион. Сейчас я пришел на пожарную станцию, но помимо того, что... Здесь я хочу искать артефакты. Но тут в целом, конечно, ничего интересного. Ух ты, кстати, по-моему... Ух ты ж, гравитон. Уникальный артефакт рождается в скоплениях аномалий. Гравитационная структура свойства не изучена. Существует только притча, что сталкер, нашедший артефакт, взяв его в руки, начал левитировать. Так как артефакт сильно уменьшает вес. 60 килограмм, но при этом он дает восьмерку. То есть там нужно посчитать, сколько вообще у нас здесь минусуются радиации. А, у нас что, он будет в восемь, десять, пятнадцать. Господи, то есть... Хороший артефакт нашли. Таким образом, 215 килограмм у нас общий вес. А, кстати говоря... А, нет, не получится. Двенадцать. Восемь, плюс пять, три, на ней. Все, сборка как будто бы идеальна. Я сюда пришел, конечно, в надежде что-нибудь интересное найти, но... Вряд ли я здесь это что-нибудь найду. Ну, прямо на ваших глазах я нашел интересный артефакт, но это не то, что нам, к сожалению, нужно. Я так подозреваю, что раз здесь нет этих артефактов, значит, возможно, они где-нибудь в Припяти. Ну, будем искать дальше, параллельно будем отдавать задания, которые мы с вами уже выполнили. Сейчас я сюда пришел для того, чтобы починиться, поторговать техникам и так далее. Сейчас дособеру артефакты, которые здесь буквально валяются просто на каждом шагу. Кстати говоря, вы можете заметить, что сюда действительно пришли сталкеры. В своеобразный бар получается. Как и говорил нам торговец, кажется, говорил то, что после того, как мы убьем наушников, наемников, сюда сталкеры и сами потянутся. Ладно, давайте поторгуем. Я даже боюсь представить, на какую сумму у нас артефактов и всякого прочего шматья. Очень-очень большую сумму. Хотя и так у нас денег немало. Так, это у нас продавать нельзя. Можно, кстати... С другой стороны, за хера нам это надо. Но знаете, что надо? На их все сказать... Шлем какой-нибудь получше, но... К сожалению, у него нет, поэтому... Это все, что мы продаем. Кульдога также продаем. Две пружинки. Плазма. Перетином. Так, вот это все скидываем. На всякий случай считаю название артов, потому что... В этом во всем добре можно запутаться. Два пропеллера, допустим. Хорошие артефакты, но я их скидываю. Плоховик. Две пустышки. Две батарейки. Мамины бусы. Лунный свет. Вспышка. Три бенгальских огня. Ломать мясо кристалл. Солотая рыбка. Две ночные звезды. Миллион флешек. Миллион глушителей. Уже 209 тысяч. Неплохо. Так, это я тоже, пожалуй, скину. Все пока. Помню. Немного консервов. Кстати, аптек можно взять. Капли. Пульсар. Достаточно редкий артефакт. Вообще, единственное в экземпляре. Я его находил. Мозг, пожалуй, тоже оставлю. Хотя, чем? Я очень хорошо понимаю. Ладно. Ангел точно минус. Вот эти вот все факты. Микроб тоже. Ладно, это все скидываем, короче. Три светляка. Пузырь. Триста тысяч уже выходит. При души. Два крови к камням. Грави. Достаточно редкий артефакт. Пламя. Ну и вот как-то так. Скинем 72 килограмма. Килограмма. Просто охереть. Знаете, что я понял? Нахер. Он мне просто не нужен. Прицел. Вот эти вот патроны. Этот прицел. Все нацистские патроны. Просто пулемет занимает лишний вес. Да, я с ним по приколу побегал, но по факту это говно. По сравнению с Сайс Валды, вообще, я уже, как я и вам говорю, любая пушка по сравнению с Сайс Валом, это лютое дерьмо. Из-за этого выражения. 120 тысяч. Что мы можем себе позволить? Во-первых, мы можем себе позволить элитные патроны для нашего дегла. Вот эти вот. Да, они стоят до хера. Можем себе позволить, правильно? Потом. Все, что Сайс Валл, все забираю. По сути. По сути. Естественно, у него нету патронов. По сути, все. Просто вот так. Сюда дегл. Так вот. Ну, как-то так. Патронов у нас вполне достаточно. Так. Вес у нас просто максимально освободился. Сейчас пойдем к технику. У него еще бы, наверное, наборов надо взять. Парочку хотя бы. Броняшка. Что у тебя? Съедается для брони. Еще для брони. Так. Вот два для брони возьмем. В опыту, конечно. То как я лезу на пролом, от брони остается совершенно ничего. Все, спасибо. Теалога никакого не появляется. А сейчас мы отправляемся, наверное, дальше. В бар. Я дам задание. Бармена. Вот. С бара, наверное, на янтарь. Тогда уж. Потом пойдем. Нет, подождите. Давайте сначала, наверное, бегаем на армейские склады. Попробуем там поискать артефакт. Я подозреваю, что артефакты здесь вот. То есть нам придется отсюда убежать. Припять. Поэтому давайте сначала сделаем дело. Сделал, делай. Гуляй смело. По такому принципу. И живу. Ну, если что-то будет интересно, я включу запись. Так, я подошел к точке своего финального интереса, скажем так. Я думаю, что артефакты находятся вот здесь. Здесь мне организовали очень теплый прием. Очень много монолитовцев с РПГшками. Но всего этого один из них по-моему, был с гаусс-пушкой. Да. Прикиньте. Еще одна гаусс-пушка. Ну, окей. Вот что-что-что. Гаусс-пушку я возьму. Ну, я не знаю, если здесь не окажется артефактов, которые мне необходимы. Я на самом деле пробежал радар. Не скажу, что я прям зачистил последней капли, точки, но радар армейские склады щеголяет артефактами, безусловно. Но достаточно дефолтными. И просто, когда ты видишь обычные артефакты, вот, по типу, батарейки, видите, у меня опять огромное количество артефактов. Генератор. Ну, поинтереснее, поинтереснее. Ну, опять же, относительно. Тут вы можете заметить огромное количество артефактов. Капля и огромное количество патронов. Двигаем дальше. Ну, неужели я что-то делаю не так, хотел сказать я, но мы нашли с вами артефакт красная слизь. Двигаем дальше. Это медуза. и это ртуть. Тоже новый артефакт. Давайте сохранимся, потому что здесь есть еще что-то. Вот, все. я сам скажу, не подстроено, потому что я как только нахожу что-то интересное, или вижу что-то интересное, чувствую, то я сразу же включаю запись, как это обычно бывает. здесь я действительно почувствовал что-то интересное, все началось с монолитовцем, с гаусс-пушкой. Итак, я логично подумал, что где, если не здесь находятся эти артефакты, правильно? Потому что ЧС это финальная локация, вряд ли там будут эти артефакты, вероятно, автор достаточно грамотно сделал, что хотя, с другой стороны, вот тот же госпиталь, почему бы там не расположить эти артефакты, это тоже достаточно северная локация, очень даже. Так почему же туда не отправить эти артефакты? Ладно, давайте посмотрим, кстати, вот волчок, тоже артефакт, достаточно редкий, мной находимый, пружинка, мы с вами такой артефакт уже находили, ну и самое интересное, красная слизь, редкий и уникальный артефакт, повышает устойчивость к аномалиям термической структуры, рождается в термических аномалиях, обладает кровоостанавливающим свойством, также повышает общий иммунитет организма, но радиоактивен, в целом для нас ничего интересного не представляет, и артефакт слизь, редкий, уникальный и очень ценный артефакт, повышает устойчивость к химическим аномалиям, а также вводит из организма радиоактивные изотопы, рождается в аномалиях химической структуры, даже химической структуры, лучше говоря, чем пленка, вот так вот, мы с вами, как я говорил, делай, сделал дело, гуляй смело, теперь, с вами, стемнело, буду сюда аккуратненько выбегать, здесь, еще остались монолитовцы, правда, уже совсем мало, и меня в целом они не особо беспокоят, я таким же макаром через Задар, армейские склады, потом забежим с вами на пожарную станцию, а также в пар и на янтарь, сдадим все задания, посмотрим, что нам сделают с гаусс-пушкой, кстати, еще нужно найти гаусс-патрона, я не помню, в каком-то я их оставил, но вероятно, либо на янтаре, либо в баре, там и там мы будем, так что как-нибудь разберемся, я думаю, мы с вами уже на пожарной станции, поспал, прямо перед тем, как нажать запись, красиво, и вспомнил, что забыл вам показать еще один достаточно редкий артефакт, который мы с вами нашли в первый раз, и это артефакт на ртуть, не знаю, вот вообще, по какой критериям они определяются, вероятно, хотел сказать, по алфавиту, но как будто бы нет, наверное, просто, да, часть артефактов, короче, я не знаю, не важно, артефакт ртуть, смотрите, какие у него свойства, уникальный, редкий артефакт, место зажигания, так и не выяснено, предполагается, что это продукт, слияние трех видов артефакта, слизь, даже так, то есть, мы нашли сразу готовый продукт, красной слизи, синие слизи, и обычной слизи, ничего себе, ценность заключена в способности артефакта, полностью вывести из организма радиоактивный изотопы ускоряет обмен веществ, насыщение минус 0, очень странно, но в любом случае, как будто его можно повесить на пояс, ну, вот так вот, сразу десятку дает, неплохо, я считаю, очень, очень неплохо, да, вот такие вот артефакты с вами порой находим, Пэн делал, что, как будет интересно, во-первых, что такие артефакты, вероятно, можно найти только с помощью детектора Elite Plus, смотрите, кажется, в прошлой серии мы его нашли, как это сделать, ну, и мне сейчас интересно будет посмотреть, как он будет улучшать, ну, понятное дело, что посмотреть мы не сможем, как он будет улучшать гаусс-пушку, типа сделает ли он доеду, сделает ли он эту ртуть, или это просто тут так написано, не более, здоров, здоров, раздобыл я все нужное, прекрасно, оставляю пушку и арты, потом можешь заниматься своими делами, как долго это продлится, сам понимаешь, работа не быстрая, думаю, пару дней уйдет, как сделаю, скину тебе сообщение на КПК, договорились, так, кстати, гаусс-пушка, он взял, трое хорошее, конечно, а к этому вопросу подадим, починимся, чуть я побегал, там, смо на лице, повоевал, если что еще понадобится, заходи, пойдем поторгуем, раз мы уже здесь, блин, кстати, так и купился дорогих супер-патронов, но так ими не воспользовался, кажется, Action Express, помните, вот Action Express, это то, что нам нужно, это, вы знаете, так и не скажешь, как говорится, здорово, торговец, кстати говоря, еще появилась такая книжонка, деактивация атмосферной установки, не помню, где я ее нашел, но вам точно я про это не читал, чтобы деактивировать атмосферную установку, необходимо запустить процесс самоликвидации лаборатории, для этого необходимо отключить установку 1, заложить под нее взрывчатку, потом отключить установку 2, первый и второй агрегат, уничтожить генераторы, обесточить агрегат и заложить взрывчатку под них, после этого надо взорвать установленные заряды, предварительно уйдя на безопасное расстояние, но это то, что нам предстоит заниматься на ЧС, я так понимаю, мужик, ты оружие-то спрячь? Вероятно, подходить он к нам не собирается, ну, как говорится, 5 из 9 исправить любой скрипт, пулеметчик появился, 150 потом, к сожалению, для нас совершенно бесполезно, опять же, скидываем ему вот это вот все дело, опять же, ну, как будто бы пленку можно 1 оставить, но как будто бы и нет, еще 127 кусков, денег просто выше крыши, ууу, 722 тысячи, напишите в комментариях, сколько вы смогли здесь на фарм, причем я ничего такого не делал, я просто искал артефакты, которые мне нужны по заданию, ведь по факту же, по факту, о, я ему неплохой хабар такой принес, на ней нужно, вот эти вот патроны, получается, все-таки хорошие патроны, бинжи, бинжи, дорогие точнее, ладно, теперь я предлагаю поспать, поспать несколько дней, для того, чтобы это задание выполнилось, и мы сразу отсюда пошли с этой гаусс-пушкой, итак, зайди ко мне, гаусс-пушкой, отлично, действительно, пару дней, то есть, буквально, два раза я нажал спальный мешок, и задание обновилось, ну, давайте посмотрим, что там такого, потому что, на самом деле, обычный гаусс, ну, не сказать, что меня впечатлил, он далеко не всегда ланшотил, ну что, Кулибин, показывай изделие, запросто, все получилось как надо, плати 200 штук, и забирай, скидку сделать не хочешь, это минималка, друг, так сказать, за освобождение базы от наемников, был бы заказчик со стороны, взял бы минимум 400, с бабок до хера, ну, и на том спасибо, уникальная гаусс-пушка, как будто, улучшит ее врат, наверное, улучшишь, жалко, что у него всего лишь 10 патронов, обоим, не сильно помог, прицел не очень удобный, там в описании, на самом деле, ничего нет, это описание, обычной стандартной гаусс-пушки, а мы с вами отправляемся дальше, в бар, эту пушку, нам еще предстоит проверить, главное, патронов, в достаточном количестве, для нее найти, но я думаю, это не проблема, в одном из тайников, они у меня лежат, пушка нам пригодится на ЧС, потому что, я там, будет грязюка страшная, потому что, все, что ДЧС, я по сути зачистил, ну, буквально, там, несколько монолитусов, бедных, бегают по Припяти, попытках бедствовать меня, потому что, я, конечно, еще тот маньяк, но хоть от привычки, обыскивать каждый труп избавился, о, артефакт, а вот артефакты, вот что это, ну, это вот что, это, темная душа, ну, просто, артефакт, настолько бесполезный, вот настолько же, сколько вот этот глаз, друзья, если кто знает, напишите про этот глаз, я так, по какому-то заданию ученых, но, видимо, этот скрипт у меня не сработал, и поэтому, отдавать мне его некому, слушайте, прямое включение, скажем так, прием-прием, нашел два интересных артефакта, просто жизни, винтовка, вот здесь, один нашел, вот здесь, а другой, вот здесь, и оба я еще до этого не находил, маятник, полные свойства не изучены, образуются в грузационных аномалиях, известно, что помогает противостоять пси-воздействию, вот такой вот артефакт, плюс 6 восстановления сил, плюс 7 здоровья, и плюс 6 пси-защита, он, ну, похож на мозг, и как будто бы, лучше, потому что, тут плюс 3 заживления рана, здесь, плюс 6 восстановления сил, но, как будто бы, шил на мыло, у нас просто, я все считаю, сколько вывод радиации, вот нам нужно, с вами, 12, а радиация у нас выводится, на 20, то есть, запас просто огромный, поэтому, повесим маятник, и еще один артефакт, улитка, увеличивает иммунитет к огню, и выводит токсины из организма, ну, вроде бы, артефакт клевый, но, по сути, он клевый, только тем, что, он новый, действительно, я такой артефакт, еще не видел, возможно, конечно, в продаже, того же отшельника, и болотного доктора, я эти артефакты, и мельком видел, но, значение им особо не продавал, для меня они, полезные свойства, толком не имеют, и так, я в баре, пойдемте, разговаривать с воронином, мог уж этот сталкер, нагружает самые лютые компьютеры, вроде бы, прогрузилась, и, ПС вернулся, стабильным шасси, на том, спасибо, для вас, картинка будет, более-менее, бодрой, раз желаю, нет ли образец оружия, вам нужен, посмотрим, посмотрим, похоже, что это, ДТ Орел Дегтярев, ствол я забираю, а вот и, обещанная награда, служу трудовому народу, он нам дал грозу, просто изумительный, опытный образец автоматного, короче, увеличивается увеличенной емкостью магазина, ну, это просто гроза, которая, фул улучшена, ну, и прицел к ней, ну, как будто бы неплохо, если сравнивать с Валом, до конечного СВАЛа, повреждение значительно лучше, на самом деле, можно оставить, как игрушка, побаловаться, в любом случае, гроза мне не нравится, просто тем, как она в руке лежит, она уж очень большая, и много слишком пространства на экране занимает, ну, а мы с вами двигаемся дальше, снова на дикую территорию, кстати, чтобы отправиться на янтарь, там уже поговорить с Сахаром, в общем, мы должны, найдены документы, из, наверное, лаборатории Дарвина, да, скорее всего, уже в кнопках запуталась, кстати, интересное наблюдение, после того, как я поменял мозг на маятник, и добавил немного выставления сил, ну, как немного, 6, я теперь, вот при максимальном весе 215, и весе рюкзаке около 90 килограмм, я настолько вынослив, что моя стамина вообще не тратится, как он такой, я считаю, это успешный успех, пользуйтесь, да здравствует янтарь, как же, эти, такие, скажем так, достаточно, ну, центральные, южные локации, по-доброму, по-теплому, встречают, когда-то набегался по этим, всяким лабораториям, Припяти, тысячу монолитовцев, здесь, я тихо и спокоен, и никто по тебе не стреляет, на тебя никто не прыгает, еще в целом, не требует от тебя никакого напряжения, как успеть, приветствую, профессор, нашел я комплекс Дарвин, думаю, угроза устранена, видимо, персонал покидал комплекс большой спешки, на одном из ярусов я обнаружил вот эти бумаги, думаю, вам они дадут ответы на оставшиеся вопросы, огромная вам благодарность, примите от меня это небольшое вознаграждение, наш новый экспериментальный скелет, вот это, интересно, с усиленной защитой от аномальной активности, думаю, такой эксклюзив мне не помешает, спасибо вам, экзоскелет эколога, да, неплохо, он там по характеристикам, экспериментальный образец экзоскелета, научного сотрудника, повышена защита от аномальных воздействий, но, я думаю, с помощью улучшения, мы сможем и другие характеристики, подтянуть под уровень нашего экзоскелета, существует в единственном экземпляре, тут дороги, этот мы продаем, нам теперь нахер не нужен, так, да, наверное, мне нужна сфера, точнее, заслон, конечно, он по броне очень сильно уступает, вот это мне не нравится, поэтому, может быть, даже ставим все как есть, чтобы я у него взял, я бы у него взял патронов, патронов у него нет, а по сути-то, больше ничего не нужно, так, я, кстати, в баре, конечно же, забыл, посмотреть, рад был с вами пообщаться, здорово, посмотрите насчет того, ну, привет, куда я припрятал патроны, но патроны я припрятал сюда, я это, конечно же, помню, я это не отрицаю, давай, выпей вот так вот, ты же сидишь, ну, как ты успел, так, что ты сможешь сделать с ним, наверное, плюс-минусе, то же самое, думаю, что у него как-то сильно отличаются, улучшалки, плага денег у нас, просто, космос, да, действительно, кстати на нашем я забыл установить одну улучшалку на установлении сил, здесь я этого не забыл, поэтому на пояс мы вешаем наши артефакты, там еще, вот так вот, да, вот такая вот сборка, просто сумасшедшая, скидываем экзоскелет, и, что, получается, заканчиваем эту серию, у нас тут, там, пара артефактов нужно отдать, еще 3-4 штуки, что у нас дальше на повестке дня, ну, проверить теорию обломка монолита, и найти взрывчатку и ключ, это все задания на ЧС, одно из них, как бы, дополнительное, а второе основное, необходимо найти ключ, добыть взрывчатку и проникнуть в лабораторию, ключ находится у какого-то высокопоставленного монолитовца, а взрывчатка должна быть спрятана где-то недалеко от входа в лабораторию, интересно, кто же прятал взрывчатку на ЧС, так удобно, ладно, друзья, на этом будем заканчивать нашу серию, если вам понравилось, обязательно поддержите меня лайком, подпиской на канал, а также оставьте комментарий, будет интересно почитать, ну, а с вами, как обычно, был Арз, увидимся в следующих сериях, сталкеры, т.к. а а т.к.